Крыса на утку нападает. Нет, это выдра. Выдра даже, да? Это значит тут чистое озеро. Обалдеть, это выдра даже, да, с хвостом. Она на уточек нападать хотела. Нападает, она защищает свое место. Она защищает место только? Да. Какая прелесть. Тут где-то у нее 10. Вот она. Это выдра. А это выдра это что значит? Ну это животное, которое можно кушать и которое делают шубки. А, шубки, шубки, шубки делают. Это другое. По шубке я понимаю, да. Да, да. Все, пробежечка закончена. А теперь наверх по ступенечкам. Легко. Хорошо дышим. Легко. Задышечки нету. Нормалек. Вот такая красота. Значит у нас не только выдры, но тут есть и бобры еще. И бобры, я себя видела. Летом. Вот такая красота. Гоу. Все. Побежали домой. Опаньки. И вот так в постоянстве. И вот так в системе. И только так, только будет результат. И в похудении, и в здоровье. Только в постоянстве. Любое узкое место я должна пробежать. Вот. Такая маленькая бровочка. Это моя реакция. Это координация. Вот я смогла. Все. А теперь по бровочке. Сейчас перебегаю здесь. Рельсы. И по бровке. Не очень красиво здесь, да? В парке красивее. Не страшно ничего. Главное нам не это. Во, бровка. Поехали. Вот это главное. Реакция, координация. Только по бровке. Ни шагу на асфальт. Вот так. Там грязно уже все. Вот так. Каждый день. А? Нормальненько? Нормальненько. Ну и дома. Любая работа. Нипочем. Или дома. Или на работе. Все. Закалочка. Вот это резерв. Вот это здоровье. Вот это сила. И вот так в системе. Каждый день. Каждый день. Все. С весами тоже дружу. Каждый день. Мне так нравится. Вот кто-то мне писал. Там вес поднялся. А что? Значит не взвешивались? Раз в два дня хотя бы. Это очень смело взвешиваться раз в неделю. А потом ба-бах. Плюс много килограммов может быть. А у меня такого не бывает. Я каждый день вот так на весы. Прыжок. Скок. Ага. Молодец, Таня. Значит ужин будет очень легкий. Но даже вот так. Приготовила печенье из ржаной муки. Житня мука. Вот у нас в Украине. Житне обдерне борошно. Ржаная. И добавила еще 2 столовые ложки отрубей пшеничных. У меня нету ржаных. Житних немае. Значит пшеничные. Вот такая прелесть. Вот такое печенье. Сейчас возьму. Покажу. Какое оно самое-самое песочное. Вот просто. Ну. Тает во рту. Тает во рту. Вот советую. Но самое главное не переборщить муки. Вот 20 грамм лишних муки. Все. Будет не такое вкусное печенье. Поэтому. Вот этот нюанс. Момент нужно уловить. 20 грамм муки. Переборщите. И все. Многие говорят немножко не то. Наверное мало соды дала. Нет. Нет. Это перебор муки был. Разрыхлителя не 10 грамм сюда нужно. А немножко меньше. Грамм 7. Ну. Сами регулируйте. В принципе сами. Вот сейчас я обязательно возьму одно печенье. И как гурман. Как эстет. Я вот возьму. Чашечку кофе приготовила. Кстати. Вот эта чашечка у меня. Немецкая. Пишется. Это ГДР. Покупала в Беларуси. Пеночка. Немножко уже уходит пенка. Кофе стоит. Остывает. Люблю вообще горячий кофе. Вот сейчас я свое печенье положу. Вот эту раритетную баночку. От грузинского чая. Мне было 19 лет. Когда я в Белиси покупала этот чай. И вот покажу вам сейчас. Орхидейка у меня. Это презент мне был. Маленькая такая орхидейка. Тут еще есть веточка. Вот там за орхидейкой. За листочками. Маленькая веточка. Вот ветка. А третью веточку, девочки, я поломала. Отломала ее. Я шторкой вот зацепила. Думала на кошка поставить. И точно такая ветка у меня стоит в комнате. В такой маленькой вазочке. То есть вот здесь была с этой стороны тоже такая веточка. Очень жалко. Но ничего не сделаем. Все. Я себя взяла в руки. Поставила палочку. И теперь эта веточка у меня немножко поддерживается палочкой этой. Такая красивая мини орхидеечка. Да? Красивая. Я такую хотела себе. Витамин D не убираю. Стоит перед носом. Каждое утро пью капельки. У меня 5000. Я себе сама назначила дозу 5000. Мой родной витамин D 41. Это на питании. Я принимаю 4 месяца витамин. Вот посмотрим через пару недель. Через 3 недели посмотрим. Я пересдам. В конце марта я заканчиваю принимать. Потом неделю я не буду принимать. Так нужно. И я пересдам анализ. И посмотрим, какой результат. Есть ли он вообще. Будет ли он. Вот интересно. Ну все. Присаживаюсь. Буду пить кофе. Одно печенье. Вот это возьму. Которое я поделила пополам. Как гурман. Как эстет. Но просто тает во рту. Обалденно вкусное печенье. Советую. Готовьте. У меня на канале есть. Вот в этом печенье. Одна столовая ложка сахара. Одна столовая ложка. Это 20 грамм. И два пакетика у меня ванильного сахара. Вернее у меня один пакетик с корицей. Корица и сахар. А второй пакетик ванилий сахар. То есть по 10 грамм. Вот здесь у меня 40 грамм сахара. В этом печенье. 40 грамм это дневная норма сахара. Вот этого печенья мне хватит на 2 недели. Здесь мука. Ржаная. Но мука и в Африке мука. Вот на таких продуктах конечно не худеют. Если кушают по 100 грамм сразу. Я себе позволю небольшое количество углевода. Сахара. Вот этим количеством маленьким обманывают мозг. Как советовал профессор Силуянов. Я об этом говорила. И напоминаю. Но должно быть маленькое количество. Никогда не будет срыва. Вы не будете чувствовать себя ущемленно. Позволяйте себе. Как гурман. Как эстет. Но буквально рассасывайте во рту. Запивайте кофе. Ну это же классно. Милые мои женщины. У меня под последним видео есть коммент. Мне он очень понравился. Он немножко такое написано. Жестко вроде бы. Но классно. Там подписчица так и написала. Жестковатый коммент. Нормальный коммент. Классный коммент. Если закончишь жрать. То в конечном итоге. Пойдешь и обожрешься. Вы поняли? Поэтому аккуратненько. Аккуратненько себе все позволяем. Чтобы не обкушаться. Не обожраться. Вот так. Вот тогда у нас никогда с вами не будет срыва. Сейчас все положу в свою раритетную баночку. Готовлю еду. У меня сегодня будет овощное блюдо. Второй прям пищи. Овощное блюдо. Ну почти даже грузинское. Спросят меня конечно грузины. Хочу приготовить аджак сандали. Но у меня замороженные овощи все. Ну бюджетно зато. Заморозочка своя. Зато не парниковые все. С поля. С огорода. Вот этот перец покупала у селян. Домашний. Заморозочка. Красный и желтый. Сладкий перец. Немножко отожму. И на сковородку. Вот здесь у меня синенькие баклажаны. Это с поля. Тоже заморозка. Классно девочки. Какая я. Я не стрекоза. Лето целое пропела. Оглянуться не успела. Как зима катит глаза. Нет я не такая. Значит так. Даже у меня помидоры из перекрученной. Вот. И красный перец. Немножко яблочного уксуса домашнего. Из яблок Антоновка. Вот это перекрученный помидор. Из поля. Полевой. Не теплица. Не зимний. Красота. Фасоль у меня тоже. Деревенская. Этой пятилетки. Не из мешков. Которые продают на раскладках. У людей покупаю. То есть все натурпродукт у нас. Здесь у меня подвяливается немножко лук. Три луковицы. Нужно немножко подвялить. А потом все буду протушивать. Вот в этой раритетной костыльичке. И будет у нас почти аджаб сандали. Лучок подвялила. И все вот. Положила в эту кострюльичку. Лучок. Теперь отдельно немножко на сковородочке нужно поджарить синенькие. Так немножко. Все будет протушиваться еще. Я отжала рукой синенькие хорошо. Водичка вышла. Все заморозочка. Поэтому водички много. И на сковородочку. Минная женщина. Сейчас покажу вам. Заквасочка у меня есть. Уже сегодня четвертый день. Вот немножко она уже подходит. Закваска. Мука и водичка. Ржаная мука. В пятницу и четверг буду запекать хлеб. Наверное, четверг. Мне моего хлеба хватает на 20 дней. На 20 дней держу в холодильнике. Очень вкусный. Еще третью часть всегда даю. И хватает на 20 дней. Так. Ну. Сейчас немножко здесь хватит. Сейчас немножко здесь хватятся наши синики. И костричку. А потом сюда положим перец. Фасоль обязательно добавим. Зальем натуральным помидорчиком. Обязательно узкусунели. Хмели-сунели обязательно. Базилик синий. Чеснок. Кинза. Обязательно. Все это у нас есть. И почти у нас будет хороший айзерсандали. Айзерсандали желательно делать осенью. Август месяц, сентябрь. Когда хороший сочный перец. Когда хороший помидор идет желтый. Вернее, красный. Такой розовый. Розовый вернее. Не желтый, а розовый. Хотя и желтый, тоже вкусный. Апельсин, помидоры, да. Вот так. Так что немножко сейчас хватится баклажан. И кастрюлечку. Баклажаны отправили в кастрюлечку. Вот. Сковородочка разогретая. У меня перец сладкий. Это заморозка тоже, напоминаю. И все выкладываем сюда. Когда-то у нашего Кожухова. Помните передача была? Путешествие с Кожуховым. Спросили, ваша любимая кухня. Вы же объездили весь мир. И Кожухов не раздумывая сказал. Грузинская. Для меня тоже она очень вкусная, эта кухня. Она для меня лучшая. Я бы тоже не раздумывая сказала. Грузинская самая вкусная кухня. Женщины в Грузии, хозяйки. Я если бы попала в Грузию, я бы целовала землю. Я бы упала на колени и поцеловала бы землю. Мне в Грузии всегда было хорошо. Меня хорошо принимали в Грузии. Прекрасные люди. Мои знакомые прекрасные люди. Мне было хорошо в Грузии. Всегда пели в Грузии. Ходили на концерты. У нас были здесь во дворце Украины в Киеве. Приезжал ансамбль. Группа, вернее, группа называлась группа ВИА-75. Учили эти песни на грузинском языке и пели. У нас подруги были из Тбилиси. Но если я не ошибаюсь, немножко сейчас даже напою мелодию. Может быть, они правильно. Я же точно не знаю. Грузинский не знаю. Поэтому ошибка может быть 100%. Но мелодия, хотя бы мелодия. Вспомните, кто моего возраста. Что-то такое, как-то не помню. Ой, забыла двера. Ну и так дальше. Точно не помню слова. Не хочу позориться уже. Забыла слова. Красивая мелодия. Красивая. Красивая мелодия. Красивые люди. Красивое было гостеприимство. Мне есть, что вспомнить. А Тбилиси, девочки, а Тбилиси? Нани Бердвадзе пела Тбилиси. Кикабидзе. Это же просто... Это... Такого не будет никогда. То, что было, такого не будет. Эти голоса, это пение. Такого нету и не будет. Тбилиси. Хотя бы один куплет. Тбилиси. Тбилиси. Какая мелодия. Какие слова, Тацминда. Да. Мне есть, что вспомнить. Есть. Ну что. Готовим айджап сандали. Айджап сандали почти готов. Сейчас нужно положить зелень и специи. Приподнимаем крышечку. Вот здесь у меня зелень. Это заморозка. Кинза и петрушка. Чеснок. Я потерла на маленькой терочке. Чеснок. Обязательно уцкусунели. Обязательно. Вот у меня в пакетике уцкусунели есть. А вот это хмели-цунели у меня. Хмели-цунели и черный перец. Кто хочет острое, можно красное еще положить. Мне этого всего достаточно. И сейчас еще положу базилик. Я забыла взять базилик. Он у меня лежит на столе в пакете. И вот сюда. И обязательно еще базилик. Мне нравится базилик. Секундочку. Так. Нужно найти же его. Так, так. Танечка, где же ты делая базилик, дорогая девочка? Есть. У нас все есть. В Греции все есть. Есть. И перемешаем. Все готово. Уже будем выключать. Зелень, чеснок в последнюю очередь. Вот это наш аджаб сандали. Вкуснятина. Но пусть простят грузины. Так как готовят грузины свое блюдо, никто не приготовит. Как бы мы ни старались. Лучше кофе с пеночкой только на Черноморском побережье Кавказа. Никогда дома не сделаю такой вкусный кофе. Не сварю, как на Кавказе я пила. Батуми, Киласури, Чаква, Гагра, Кабулети. Нет. Только там такой кофе можно было выпить на песке приготовленный. Это, конечно, дорогого стоит. Буквально одну минуточку. И выключаю. Будем кушать. Будем есть. Вот я показываю время второго приема пищи. 15 минут шестого. В пять минут второго я завтракала. У меня был первый прием пищи. У меня было два тостика. Ржаные. Рафинированные хлебцы. Маленький кусочек сливочного масла деревенского. Красной рыбкой. Была у меня сегодня тыквенная кашка. Сверху немножко творога. А вот сейчас у меня второй прием пищи. И вот, пожалуйста, айджаб сандали. Овощи, фасоль. Фасоль это растительный белок. Растительный белок имеет только 12 аминокислот. Поэтому обязательно нужно употреблять еще белок молочный и белок животный. 20 аминокислот. Если в системе принимать только растительный белок, это не очень хорошо. Не будет хватать 8 аминокислот. По накопительной это различные заболевания. Иммунитет ослабевает. Поэтому мы обязательно употребляем 2-3 раза в неделю белок животный. На Кавказе едят, конечно, аджаб сандали с лавашом, с грузинским хлебом, с белым. Но я себе этого не позволю. У меня вторая половина дня всегда без хлеба. Очень вкусно. Здесь есть фасоль. Мне этого достаточно. Вот такая красота. Такая хорошая, полезная тарелочка. Следите за своими правильными тарелками. Кто со мной, всем приятного аппетита.